Морские водоросли. Употребляя в пищу ламинарию или морскую капусту, как нам привычно её называть, мы получаем всего 5% полезных веществ. Ламинария очень плотная, тяжело растворима в организме, а сегодня мы вам расскажем о продуктах, которые производятся из ламинарии, и как благодаря производственным технологиям можно получить от неё гораздо больше пользы. Будем говорить о том, как полезные вещества ламинарии могут подкрепить нас в межсезонье. В студии у нас Наталья Ольшанская, руководитель дальневосточного подразделения компании «Ламинарос». Наталья, здравствуйте. Добрый день. Итак, мы говорим морская капуста. Кто её не знает, когда мы отдыхаем на море после шторма, мы так её небрежно ножками и ручками отодвигаем, на самом деле в ней кладезь витаминов, но мы не можем получить из неё кладезь витаминов. Почему? Дело в том, что обычная морская капуста и наш продукт, который изготовлен из ламинарии ангустаты, это, конечно, они схожи по своему семейству, да, они с одного семейства, вот. Но дело в том, что они различаются жизненным циклом. Если у ламинарии ангустаты 4 года жизненный цикл, то у морской капусты 2 года. И за счёт этого, конечно же, ламинария ангустата напитывается большим количеством микро-макроэлементов, полезных веществ. И употребляя морскую капусту в обычном виде, в котором мы привыкли её видеть каждый день, мы, как вы правильно сказали, получаем 5%. А ламинарию ангустату на производстве по запатентованной технологии, довольно-таки сложный процесс она проходит, обработки, там происходит разрыв клетки. То есть всё, что есть полезное внутри, оно выходит наружу. И тогда уже усваивается до 90%. Вот как бы в чём их разница. Ну и надо сказать, что и морскую капусту, ну не едим мы её каждый день, да? Ну нет, хотя мы как-то её в основном любим, да, и вроде бы такой продукт наш дальневосточный, но всё-таки попадает она к нам на стол не так часто. А если мы говорим о том питании, да, о добавке к питанию, о которой мы сегодня говорим, вообще как часто она применяется? Каждый день её использовать? Или как салат раз в неделю? Нет, конечно же, не раз в неделю. Дело в том, что это производственный продукт, направленный для профилактики, да, наших всяких всевозможных заболеваний. И как любой продукт, мы назовём его лечебно-диетическое питание, да, это правильное его название будет, конечно же, он должен применяться курсами. Курсом и регулярно? Регулярно. Естественно, делаются перерывы, потому что организм начинает потом привыкать уже и не так воспринимать, да, его. То есть обязательно приём курсами. Вот как выглядит этот препарат? То есть что это? Что он собой представляет? Наша продукция представлена в виде геля в банках, в дойпаках, в виде капсул, также косметического геля, как я уже сказала, из ламинарии ангустаты, которая, хотелось бы прям акцентировать внимание на этом, добывается только в Охотском море и в Татарском проливе, производится в Советско-Гаванском нашем районе, на нашем любимом Семидальнем Востоке. Мало того, что добывается здесь, производится здесь, ну и, наверное, полезно нам тоже наиболее, потому что мы здесь живём. То есть можно открыть баночку и каждое утро, в обед, вечером кушать. А гель тоже, это про внутреннее употребление, да, мы говорим о геле капсулы? Конечно, конечно. А косметический можно на себя намазывать? Нужно на себя намазывать. Это в первую очередь для наших волос, для наших ногтей, да. Ну, ногти там в совокупности мы кушаем гель, да, внутрь получаем, а сверху ещё волосы, значит, лицо, ну и остальные части тела уже по усмотрению. Можно применять таким образом. Наталья, а вот понятно, что, когда мы говорим морская капуста или ламинария, да, или вот всё, что связано с морепродуктами, всё, что из моря, оно богато йодом. Вот продукт, о котором мы говорим, ламифорен, он, может ли он применяться именно вот как такое средство для профилактики йода дефицита? Вот что про это можно сказать? Конечно, конечно. Дело в том, что в данном продукте за счёт его производства, да, содержится просто богатейший, я бы сказала, богатейший комплекс всех этих витаминов. Из известных, вот, которые на слуху у всех, да, я могу назвать там хром, магний, цинк. Цинк, элементы. Да-да-да, цинк, кальций, казалось бы, морская капуста и кальций, да, причём, ну нет, на самом деле там очень много кальция, как оказывается, витамины, целая группа там А, С, В1, В2, В6, В12, нами любимый, также витамин Д, которого нам всем не хватает, то есть там такой богатейший спектр. И в чём его преимущество? В том, что он натуральный. Ведь сейчас на рынке, на рынке очень много представлено разные продукции, да, синтетического, химического происхождения, а здесь его преимущество в том, что он полностью натурален и органический, да, не содержит никаких красителей. Ну вот я спросила про йод. Йод-то есть среди этих микроэлементов? Конечно, конечно. Йод, я не назвала, да? Йод, естественно, это, можно сказать, самое первое. Есть ли ограничения по возрасту? Можно ли детям? Можно ли там людям наиболее, наоборот, более старшего возраста, там, беременным женщинам, вот в таких ситуациях жизненных как? Конечно, конечно. Особенно сейчас, в период сезонных заболеваний, да, нам хочется защитить себя, своих близких от каких-то болезней. И, естественно, детей, мы все мамы, мы все прекрасно переживаем, ну, прекрасно понимаем, как это плохо, когда детки болеют, людей пожилого возраста. Детям рекомендован он с 7 лет, пожалуйста, можно начинать пользоваться. Вот, то есть целый спектр, целый спектр большой каких-то там заболеваний людей с заболеваниями. И возрастная категория. Я хотела спросить еще об одном свойстве, которым обладает ламинария. Это свойство ацербента, да, когда забирает на себя, ну, вот так, если совсем просто сказать, вредные вещества и помогает их выводить из организма. Это отравление, это бывает вот там и алкогольное отравление, и просто отравление, когда там съели что-то, какой-то несвежий, да, продукт или что-то такое случилось с нашим пищеварением. Вот здесь работает ли этот продукт? Конечно. Этот продукт еще является не только как витаминный комплекс, да, богатейший, и еще как абсорбент. Проверено на себе, скажу сразу, не буду раскрывать подробности, но действительно работает как прекрасный абсорбент, он все это впитывает в себя, не позволяет дальше распространению всех этих гадостей, скажем так, в организм, да, и все аккуратненько выводит. То есть человек быстро, достаточно быстро приходит в норму и уже более комфортабельно себя чувствует. Насколько приятный продукт для употребления? Что с ним делать, чтобы он как-то был в удовольствии? Каждому по-разному. Кто-то пьет его, кушает его ложками, кто-то пьет его, разбавляя водой. Достаточно утром, например, две ложки геля водой размешали, на стаканчик выпили, кто-то пьет его соком, кто-то мешает с чаем, кто-то с вареньем, кто-то... Это возможно, да? Это допустимо. То есть он, в принципе, сочетается с разными напитками и с питанием, допускается, конечно. Ну, естественно, конечно, хранение в холодильнике. Но если кому-то не нравится, например, в виде геля, у нас есть капсулы. Вот я сама лично пью капсулу. То есть это не так воспринимается, не так чувствуется вкус? Да, и это быстрее утром, например, лично для меня. И это удобно я могу взять на работу. Я же не буду с собой носить банку на работу, которая требует хранения в холодильнике. Я положила в сумочку капсулу и пошла. Все. Это правда удобная, ну как и дозировка, и способ употребления. Соглашусь. Вот есть ли противопоказания? И вот тогда как, стоит ли как-то, не знаю, советоваться с врачом? Или, в принципе, этот продукт допускает применение в таком широком, в широкой форме? Противопоказания есть. Это индивидуальная непереносимость морепродуктов и болезни почек. Там уже более так подробно можем рассказать в офисе. И, в принципе, все. Рекомендовать врачу... Да, конечно, конечно, возможно, нужно спросить... Невозможно, а нужно поконсультироваться со своим доктором. Потому что ситуации бывают разные. Ну да, если есть какая-то индивидуальная непереносимость или индивидуальные какие-то заболевания, что насколько сочетается этот продукт вообще с питанием, с образом жизни? Сейчас все рекомендуют обращаться к врачам, да, по поводу всего? Да. Наталья, ну вот осталось спросить у вас, где можно получить консультацию, где можно приобрести Ламифарен, как узнать, как его принимать? Мы находимся в городе Хабаровск, улица Гомарника, 15, офис Ламифарен. Мы работаем с 9 до 6 каждый день, кроме выходных. Рады всех пригласить к нам в гости. Всем подробно все расскажем. Девочки у нас умницы такие молодцы. Они дадут почитать какие-то материалы. Если кого-то интересует свидетельство, патенты, это все в открытом доступе, пожалуйста. Мы все предоставим. Приходите к нам каждый день. Мы вас ждем. Спасибо. В студии у нас была Наталья Ольшанская, руководитель для Левосточного подразделения компании «Ламинарос».